Виталий Коржиков Об одной из самых известных книг Виталия Коржикова «Веселое мореплавание Солнышкина» нам расскажет участник интеллектуальной салонной игры «Мафия» Сергей Кузьмин. Порой в жизни не хватает какой-то священной простоты, что ли, доброты в людях, которую ищешь день за днем, и когда находишь, искренне радуешься. Солнышкин – это молодой человек юных лет, который преисполнен своей мечтой, вот такой же, как я в свое время подросток, попасть на корабль, на настоящий корабль, уйти в дальнее плавание, насытиться вот этой морской солью, увидеть кита. Но в первую очередь он понимал, что просто так же его не возьмут, правильно. Нужно какое-то образование, нужно какой-то, не знаю, даже стимул для него самого. Он любит трудности, он очень трудолюбивый парень. И поэтому он решает поступить в морскую академию в городе Океанске. И по пути ему встречаются различные по характеру люди. Среди них есть и лентяи, ну, грубо говоря, даже, наверное, раздолбай, можно сказать. А есть люди, которые мотивируют главного героя поступать правильно, поступать по совести, поступать по чести. Вот вроде бы написано для детей, написано, грубо говоря, для ребенка, подростка, чтобы в дальнейшем как бы эти книги стали каким-то фундаментом, оплотом для рассуждений, размышлений в дальнейшем. Он учит, как поступать правильно. А смотришь дальше эту книгу, читаешь ее, вникаешь. А на самом деле раскрываются такие темы, о которых даже в художественной литературе-то не любят говорить. Мне очень нравится то, как автор описывает то, что происходит. Знаете, сама книга по себе состоит из таких мини-рассказов, грубо говоря. Но эти мини-рассказы, они соединены вместе, единым сюжетом. Мне это очень нравится. Поэтому, ну, я бы рекомендовал уже лет, как бы, с десяти, с двенадцати можно уже начинать, открыть книжку, начать читать. И она просто пролетит у вас за один день. Вот так, сказали плавали, знаем, и подошел к лирке со знаменитым попугаем. А самого Перчикова мы высадим, продолжал он и повернулся к артиречку. Куда? Вытрощил артельщик глаза. А самого Перчикова на необитаемый остров. На необитаемый остров, Перчикова на необитаемый остров, крикнул знаменитый попугай. Здорово, восхитился артельщик. И без еды. Но нет, мы не варвары, великодушно произнес плавали, знаем. Кому-то легче жить, говоря правду. Кому-то легче жить, быть искренним. Кто-то сложный человек, кто-то простой. Всяких людей хватает. Но когда ты совершаешь какую-то подлость по отношению к другим людям, которые не то, что даже этого не заслуживают. Они, в принципе, не должны попадать в такие ситуации, даже по воле судьбы, если как таковая вообще и имеется. Но если и есть эта судьба, она всегда дает сдачи тем, кто совершает подлость. Виталий Кожиков, веселая мореплавная солнышка. Я очень люблю эту книгу, очень ценю за предоставленное мое радужное детство. И очень ее рекомендую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!